На экспозицию молодые художники выбрали самые лучшие работы своих учеников. Всего посещают занятия 15 человек. Возраст разный, от 4 лет и старше. Мы изначально хотели, чтобы она была разноплановая студия, чтобы могли и детки маленькие, которых еще не берут в художественную школу, то есть вот они с 3-4 лет приходят, а те детки, которые, например, не планируют связывать как-то свою судьбу с искусством, но очень хотят, то есть вот как бы рамки художественной школы тоже, опять же, не дают, не всегда дают возможность посещать художественную школу. Поэтому тоже такие к нам приходят. Или наоборот, приходят те, которые хотят поступать, им нужна такая вот уже теленаправленная, усиленная подготовка, там вот, например, класс портрета, класс фигуры, вот мы даем тоже такие занятия. Удивительно, но на занятия к молодым художникам приходят не только дети и желающие поступить в престижные вузы страны студенты, но и взрослые, вполне состоявшиеся десногорцы. Я окончила художественную школу в городе Угненске в давние времена. И в работе с масляной живописью, с масляными красками нас не обучали. Ну и, конечно, я пришла к Евгении Власовой и сразу ей сказала, что хочу писать маслом, продолжать, потому что я начинала это в других студиях. Вот так я пришла в студию к Власову. Но постоянными учениками студии все-таки являются дети. Поэтому именно с их ярких, теплых работ начинается экспозиция. Хотелось показать просто, какие они бывают разные, непосредственные и неожиданные для нас, для взрослых. Хочется отметить самую первую ученицу студии – Елизавету Маркину, которой всего 6 лет. Лиза пришла заниматься к Евгении и Валерию, как только они приехали в Десногорск. За этот промежуток времени у юной художницы накопилось много прекрасных работ, и они заняли целую стену. Центр выставочного зала украшают последние картины самих Валерия и Евгении. В основном на них изображены лето и шикарные букеты полевых цветов. Посмотреть на работы и записаться на занятия к молодой чите художников может любой желающий. Достаточно просто прийти и сказать об этом.